всем привет всем доброе утро у нас сабрина сегодня вот такой завтрак я сварила овсянку ну и мы захотели с малиной малина у нас замороженная поэтому каша остынет очень быстро все кто сейчас завтракает обедает или ужинает всем приятного аппетита гуляем с собачками позавтракали только начала работать и собачки попросились на улицу но ведь не для туалета просто-напросто погулять в туалет они у меня ходят по расписанию а когда хорошая погода на улице они еще и просто гулять хотят а мне их нужно в них нужно а мне за ними нужно смотреть так жорик жорик там уже почти соседская половина туда нельзя жорка давай сюда да соня смотрите сколько за ночь листьев нападала да сонечка давайте домой а то мне как бы работать надо не знаю что сегодня буду кушать готовить а я знаю что я буду сегодня делать я же те сосиски которые купила я же их заморозила не сделала а сегодня достану их они мне разморозится и мне посоветовали сделать их в аэрогриле и я сделаю это та труба которую пауль закапал этот наш этот газопровод до жорик ну все давайте еще немножко и домой показала вам немножко сегодня своих питомцев как у нас здесь трактора громко ездил да сегодня бы хотела ответить на пару комментариев которые мне были заданы ну пару дней назад просто сразу не смог в комментариях просто я на эти вопросы не хотела отвечать хотела ответить видео и вот сегодня нашла немножко времени чтобы на них ответить вопросы как предпринимателю ну и я себя таким сильно предпринимателям не считаю потому что ну у меня маленькое дело у меня нет такого большого производства у меня нет работников скажем так я работаю чисто сама на себя пока мои собачки там гуляют а я здесь с вами немножко поболтаю первый вопрос какими качествами должен обладать начальник но здесь я не могу полностью ответить на этот вопрос так как я не начальник у меня нет подчиненных поэтому я не знаю каким начальником была бы я например а каким должен быть начальник но если в общих чертах взять и я могу рассказать и собственного опыта так как когда я работала работала я в германии на двух предприятиях на двух маленьких предприятиях и скажу что начальники или шефы из германии очень сильно отличаются от шефов из россии например или опять я из россии но или из казахстана у нас начальники в россии или в казахстане это такие люди которые но которые начальник которые ходят в костюме в рубашечке в галстучке в германии начальник ну по крайней мере там где я работала он работал вместе с мостами причем я работала в двух организациях как я сказала и так же в двух организациях начальник и начальница так же работали вместе с нами не было никаких там костюмов галстуков и все такое с начальниками мы общались в общем я общалась каждый божий день потому что ну они работали вместе с нами поэтому это не так что как в россии или в казахстане если ты начальник ты сидишь в кабинете у тебя там тысяча подчиненных которые начальника может быть течение там я не знаю какого-то времени даже начальник на глаза людям не попадается у нас здесь немножко по-другому но опять же я говорю я работала в небольших предприятиях и с начальниками мы встречали но с шефами и шофини я встречалась каждый божий день потому что мы непосредственно работали вместе как вы вдохновляетесь на плодотворную работу это второй вопрос ну скажем так что мне моя работа доставляет удовольствие поэтому я не вдохновляюсь я просто делаю те заказы которые мне заказывают и как я уже давным-давно говорила что больше всего я люблю сшить костюмы для фигурного катания и причем именно для девочек а не для мальчиков для мальчиков не очень он потому что мне как-то ближе девочки потому что я очень много шила сабрине и для художественной гимнастики шила костюмов очень много и поэтому у меня такая скажем творческая работа поэтому мне на нее вдохновляться не надо некоторые еще такое вдохновение чтобы начать работать ну я работаю потому что мне это нравится я просто-напросто из своего хобби сделала себе заработок сначала это было у меня как хобби но даже не то что я скажу как хобби сначала мне нужно было это делать для сабрины потом постепенно это переросло заработок потому что получилось так что один-второй три человека попросили меня шить он я начинала с костюмов фигурному катанию один-второй человек меня попросили я всем говорила что я не профессионал что я ну как сказать что я могу сделать только то что я могу сделать и если мне люди говорят я хотела бы вот так вот так и вот так я сразу говорю вот так вот так и вот так я не сделаю я не профессионал особенно когда нужно там какую-то роспись по ткани делать я сразу говорила я могу сделать там аппликацию ну на том уровне на котором я могу но не больше в общем если я рисовать не увидит а я не умею рисовать я не могу сделать роспись по ткани Соня, Жорик зашел домой, Сонька еще загорает, ну ладно. Поэтому мне не нужно настраиваться на работу, я просто работаю, потому что она мне доставляет удовольствие. Расскажите о подводных камнях, с которыми может столкнуться человек, работающий в данной сфере. Ну, во-первых, когда ты работаешь руками, это всегда ручная работа, и она может отличаться от оригинала. Это нужно сразу клиенту сказать, но это я сейчас говорю не о машиной вышивке. Машиной вышивкой все там просто, там программа, и ты ее просто-напросто не можешь сделать по-другому, потому что программа есть программа. То, что ты запрограммировал, то ты и вышел, скажем так. А вот, например, с костюмами по фигурному катанию, даже ателье, которое работает профессионально, ну, я просто-напросто раньше очень много, ну, так, знаете, штудировала всю информацию в интернете, везде пишут, что, если особенно там какая-то ручная роспись по ткани, везде пишут, что это образец, а ваш костюм может какими-то деталями отличаться от образца. Поэтому здесь нужно сразу уточнить с клиентом, что могут быть какие-то расхождения. И хороший материал. Вы должны для себя найти хороший материал. Я имею материал сейчас не из того, которого шьете, а просто весь ваш рабочий материал. Там нитки, камни, всякие разные блестяшки, украшения, чтобы это был качественный материал. Например, нитки для фигурного... ой, нитки. Нитки для вышивания тоже не так просто найти качественные, потому что если у машинки большая скорость, например, у вышивальной машины большая скорость, и если будут некачественные нитки для вышивания, это будет вам стресс. Нитка будет постоянно путаться, нитка будет постоянно рваться, и от этого портится качество вашей работы. Ну, в общем, я думаю, что я ответила на этот вопрос. Какими принципами в работе с клиентами вы руководствуетесь? Уважение к клиенту. Клиент всегда прав. У меня тоже это стоит в приоритете. Я стараюсь клиенту угодить на 100%. Даже иногда бывают у меня такие случаи, что когда я вот делаю работу, я отсылаю клиенту, ну, заказчику, он смотрит, даёт мне добро, и я потом отсылаю. А иногда бывает такое, что вот я сделаю какую-то работу, клиент мне говорит, ой, Таня, всё отлично, всё хорошо, а я, ну, вот, например, в каком-то месте мне что-то не нравится. И вот я хожу, мучаюсь, мучаюсь, думаю, то ли отослать, то ли переделать. И в результате я её всё равно переделываю, эту работу. И ещё раз фотографирую и отсылаю заказчику. Заказчик говорит, ой, этот вариант вообще классно получился. И отсылаю именно тот вариант, который мне по душе, который мне понравился. Ну, а у меня бывают такие случаи, ну, в общем, за всю мою деятельность, да, у меня, ну, вот, когда я принимала заказы непосредственно с Ютуба, я просто за Соней наблюдаю, мне просто её в камеру не видно. Соня, у неё есть такое качество, она может свалить. В общем, у меня было всего два таких случая, когда я просто-напросто отказала, сказала, я не буду делать заказы, потому что, например, с вышивкой здесь всё очень просто. Я посылаю вам образец, ну, к примеру, и там ничто, там не может ничего быть другого, кроме того, что есть в этом образце. Там будут только ваши данные, данные вашего ребёнка, там, я не знаю кого, именинника, новорождённого, там ничто не может поменяться. И эта машинная вышивка, как я сказала, ты, какая программа есть, такая она и будет. Если я, например, делаю рамочку там с каким-то зайчиком, ну, этот зайчик, ну, просто не может быть другим, он будет таким, каким я его купила и какой он есть в этой программе. Был у меня такой случай, что мне женщина говорила, а если мне не понравится, я говорю, ну, вы же мне вот всё написали, всё сказали, что нужно сделать, цвет, шрифт, аппликацию, всё выбрали. Ну, вот как оно может не понравиться, если вы сами это всё выбрали и сами сказали, да, вот так я хочу. Ну, она просто не хотела заранее оплачивать, а заказы я принимаю только после оплаты. Так делают все в Германии, я не знаю, может быть, даже и не в Германии, может быть, делают так по всему миру. Потому что, ну, я поначалу, когда вот начинала, особенно заказы с Ютуба принимать, когда я работала на Etsy, на страничке, на eBay, и там, само собой, ты сначала оплачивать, тебе сначала оплачивают, и потом тебе присылают твой заказ. Я точно так же, если я что-то покупаю, я сначала оплачиваю, потом мне присылают заказ. Здесь я отказала, потому что, ну, в общем, человек не хотел оплачивать работу, если работа не оплаченная, значит, заказ я не принимаю. Как-то так. И ещё был у меня один случай, когда я не приняла заказ, но это я не то, что я его не приняла заказ, просто я не занимаюсь таким видом деятельности. Где-то пару месяцев назад мне на WhatsApp написала женщина с просьбой переделать ей, ну, и теперь точно не скажу, не то какой-то костюм, не то какое-то платье. Сразу она мне написала, что платье дорогое, трикотажное, что стоит оно, как бы, денег. Хотя я ей сразу сказала, нет, я не занимаюсь ремонтом одежды. Для этого есть у нас специальные организации, которые занимаются ремонтом одежды и, между прочим, делают всё хорошо. Мы тоже несколько раз отдавали какую-то одежду, чтобы нам отремонтировали, знаете, там замки вшить и всё такое. Я это могу сделать, но у меня это занимает сильно много времени. Поэтому мне легче заплатить там эти каких-то 10-15 евро и уже забрать качественную, профессиональную работу, сделанную профессионально. В общем, я ей сразу ответила, нет, я не занимаюсь ремонтом одежды. Она мне так настойчива. «Ты мне должна это сделать». Я ей так, ну, я никому ничего не должна. У нас была немка на работе, она всегда говорила, «Ихмус ганикс, ихмус наш тербен, он авклогий». Теперь по-русски. Эта немка всегда говорила, «Я никому ничего не должна». Я должна только умереть и сходить в туалет. Всё, больше никому ничего не должна. И она мне так настойчива, причём большую часть, она мне много времени отняла, скажем так, своими вот этими вопросами. Хотя я сразу ответила, ну, я не занимаюсь ремонтом одежды. Тем более я же самоучка. А люди, те, которые занимаются такой работой, они профессионалы. Самоучка не пойдёт заниматься такой работой. Они профессионалы, они всё делают на должном уровне. Они знают, как это правильно сделать, чтобы не испортить. Но она мне... Я им не доверяю. Тому, ну как, ну ты профессионалу не доверяешь, а мне доверяешь. А если я сделаю что-то неправильно, по крайней мере, тот человек, который работает, если он что-то сделает неправильно, он, по крайней мере, застрахован. Ему могут... Страховка может возместить ущерб. А я-то работаю без всяких страховок. Если мне что-то... Если кого-то что-то не устраивает, то я просто-напросто сама за свой счёт что-то переделываю и исправляю ошибки чисто сама за свой счёт. Поэтому я сказала, нет, я даже вот сама по себе я не люблю брать... Например, когда мне говорят, Таня, выши там на футболке. Я вышивала, да, я вышивала на футболках. Было у меня такое... Ну, я вышивала на футболках. Но тогда ты сидишь и в реальном смысле сидишь трясёшься, чтобы машинка что-нибудь не сделала с этой вещью. Понимаете, если это моя вещь была бы, где-то что-то бы получилось у меня неправильно, да, потому что машинка может и нитку заживать, и материал заживать, и ты когда распарываешь, что-то переделать, получается и дырка. Ну, в общем, короче, нюансов в отчине очень много. И поэтому я неохотно беру вещи, когда мне нужно что-то делать именно на ваших вещах или с вашими вещами. Поэтому в этом случае я ей сразу сказала нет. Она так усердно, прямо настойчиво требовала, ты должна, ты должна. Но в результате я ей сказала, я никому ничего не должна. Я делаю только то, что я могу сделать, за то, что я могу точно сказать, что да, вот эту работу я сделаю, я за неё берусь. Но если я знаю, что это не мой профиль работы, то я такую работу не беру. Я, как и сказала, я могу сделать там себе, вот там Сабрине что-то подшить, где-то отрезать, где-то переделать, там Володе где-то что-то сделать, там отрезать, переделать, подшить. Но близкому человеку, я не знаю, там одно время я свекровью очень много кофточек подшивала, потому что она у нас роста маленькая, а все кофты, как и блузки, которые она покупала, они были ей длинноватые, и она всегда носит блузку поверх юбки, и когда блузка сильно длинная, ей это не нравилось. И вот я ей блузки постоянно укорачивала, но это я делала для своих, это у меня не было целью заработка, я за это деньги не брала. Поэтому то, что я делаю, то я делаю. Если что-то я не делаю, я сразу говорю, нет, я не делаю. Я отказала ей, но ей не очень сильно, конечно, это понравилось. Но я здесь ничем не могу помочь этому человеку. Есть профессионалы, которые занимаются именно своим видом деятельности. Как это так? А в остальных случаях у меня было все всегда прекрасно и замечательно. В общем, я ни на кого не могу больше пожаловаться. Знаете, что еще могу сказать? Помните, я последний, который рушник делала, вы не представляете, когда вышиваешь золотой ниткой, сейчас такое немножко отступление, когда вышиваешь золотой ниткой, очень часто рвется. Это же металлическая нитка. Хотя я машинку ставлю на самую-самую низкую скорость, и машинка вышивает там в три раза медленнее, чем на самом деле она должна была бы вышивать. Но золотой ниткой я всегда так вышиваю. И у меня этот рушник, от которого я последний взяла, у меня там нитка не порвалась ни один раз. Вот ни один раз у меня не порвалась нитка. Я еще сразу под себя подумала, думаю, какая же будет хорошая семья. Я надеюсь, что эта молодая пара проживет долго и счастливо. Потому что, как у нас в народе говорят, что они не вредные. Для того человека, когда ты что-то делаешь, бывают такие заказы, когда у тебя нитка и рвется, то где-то застревает, приходится разбирать полмашинки. А это прям, вы знаете, как по маслу. Я давно так не работала, чтобы у меня прям было, вот именно с золотой ниткой, чтобы у меня было так все, как по маслу. А так у меня проблем вообще с клиентами нет. И я с каждым клиентом, можно так сказать, работаю индивидуально. Есть такие, конечно, у меня заказы, когда мне говорят, Таня, флаг тебе в руки, делай как хочешь, должно быть просто красиво, мы тебе доверяем. Все. И я тогда стараюсь сделать не самый легкий какой-то вариант, а какой-то такой более интересный вариант, который опять же понравится мне. В общем, как-то так. Но я уважаю своих заказчиков, потому что я, вам огромное спасибо, кто делает заказы, потому что я с этих заказов живу. Здесь как бы всем понятно, мне не оплачивают мои заказы, это моя работа, с этого я получаю свои деньги. И за счет этого я благодарна своим клиентам, что у меня больше и больше заказов. Огромное вам спасибо. Так, что бы вы посоветовали тем людям, которые начали строить карьеру в данной сфере? Но я не буду говорить вот именно в данной сфере. В данной сфере, как по вышиванию, это нужно, я уже сказала, нужно найти качественный материал. И потом освоить эти все программы. Я уже как-то говорила, что без, например, без помощи Карины, я бы, там, например, в Сабринке, ну, Карина у меня намного дольше занимается такой вышивкой, и я бы просто-напросто сама бы это не освоила. Если бы я купить вышивальную машину, это одно, то, что они там дорого стоят, это совсем одно. А освоить вот эту программу, освоить, как с ними работать, потому что ты работаешь практически в компьютере, делаешь все дизайны, все составляешь, потом скидываешь это все на стик, и потом это просто этот стик вставляется в вышивальную машину, и машинка вышивает. Просто одна вышивальная машина может вышивать только те программы, которые занесены непосредственно в эту вышивальную машину, но те программы, которые есть в вышивальной машине, ты можешь использовать только для личного пользования. Ты не имеешь права их продавать на просторе интернета. На просторе интернета ты можешь продавать только те дизайны, которые ты непосредственно купил. как-то так что я могу посоветовать людям в любой сфере деятельности если кто-то хочет начать какую-то деятельность кто-то хочет что-то начать делать своими руками вернее даже не так если кто-то что-то может делать своими руками превратите этот небольшой заработок на просторах интернета продавать можно все если вы вышиваете ой если вы вяжете детские носочки их тоже можно продавать на понимаете на каждую продукцию найдется свой покупатель кто-то вяжет такие маленькие прихватки для кастрюль выставляют в интернет и кто-то покупает кому-то это нравится кому-то может не нравится к кому-то очень нравится кто-то делает я не знаю там помните как раньше делали из мыла такой ленточкой ночью красивые такие корзиночки из мыла делали с цветами тоже кому-то нравится кому-то не нравится очень сейчас можно делать все что угодно кто-то делает картины кто-то делает всякую декорацию для стен не надо бояться нужно просто напросто заняться своим любимым делом и своего любимого отдела вы можете сделать себе небольшой заработок все мои хорошие я думаю я ответила на все ваши вопросы на этом я буду с вами прощаться всем пока пока и до завтра мои хорошие